В этом видео, видео 02, мы расскажем о том, как познакомились компании Atomi. В 2018 году я пошел на курсы корейского языка в Сеульский Global Center и там встретил интересную женщину. Во-первых, она не появлялась на первых нескольких занятиях, во-вторых, у нее было интересное имя, и я чувствовал что-то такое советское, и когда я ее увидел, я понял, да, что она тоже из СССР, она из Украины. Как выяснилось, позже родилась она в Узбекистане и в Корее уже живет более 20 лет. Когда я увидел эту женщину, она сразу привлекла мое внимание, потому что она излучала тепло, доброту и все время была занята. Она все время развлекалась на телефон, часто опаздывала, а однажды она опоздала на полчаса, зашла в аудиторию, все с ней поздоровались, но у нее завибрировал телефон, она вышла и не вернулась. Как-то после занятий мне удалось ее поймать, и мы пообщались, и мне было интересно, чем она занимается, чем она так занята. Тогда она показала фотографии офиса склада, то, что они отправляли посылки до 8 утра. Я смотрел, слушал ее и понимал то, что это очень занятой и, значит, успешный человек. И так как я все время находился в поисках заработка, мне стало интересно, может быть, я тоже смогу этим заниматься. И я задал ей прямой вопрос, нужны ли вам помощники, потому что мне нужен заработок. На что она мне ответила, нет, помощники не нужны. Ну, я разочаровался, и на этом беседа закончилась. Мы с ней встретились еще раз через полгода на следующем триместре обучения, на которое мы оба поступили. И тогда я задал более конкретные вопросы, потому что тогда мой отец был тоже в Корее, и он рассматривал варианты возможного бизнеса. Когда я уже начал задавать более конкретные вопросы, чем он занимается, то, что мы тоже хотим попробовать, возможно, с отцом этим заняться. И тогда она мне рассказала про Atomi, про то, что это сетевая компания. И сказала, что для регистрации нужны документы. Тогда моя виза в Корее позволяла мне зарегистрироваться как гражданину Кореи. И я, недолго думая, в принципе, отправил документы, хотя была какая-то доля сомнения, а можно ли отправлять документы. Но, как я говорил, эта женщина излучала доброту и тепло, поэтому я ей доверился, отправил документы. И уже буквально через пару дней они с мужем приехали ко мне в русский культурный центр, где рассказывали маркетинг-план. Около двух часов рассказывали маркетинг-план. Я пытался максимально его понять, задавал много вопросов. Потом в процессе я узнал то, что, оказывается, в этот день у их дочки был день рождения. Они приехали с дочкой, мне стало немножко неудобно. Поэтому я старался максимально понять весь этот маркетинг-план, чтобы их поездка не была напрасной. Когда я внимательно все прослушал, как тогда мне показалось, я разобрался во всем и сделал для себя твердый вывод, что это не мое, я этим заниматься точно не буду. Потому что я нашел там для себя 6 причин, почему я не буду этим заниматься. 6, так сказать, подводных камней завуалированных. Как оказалось впоследствии, я ошибался. То, что мне показалось подводными камнями, на самом деле было все придумано и сделано для удобства новичков, для того, чтобы у любого партнера получилось в нашей компании. Владимир тогда в тот день принес пакетик, там был каталог, щетки, паста и несколько стиков кофе. Конечно же, мне было очень интересно. Про эту компанию я ничего не слышала раньше. И мы попробовали кофе. Это был час ночи. Мы пьем это кофе. И я говорю Владимиру, а ничего, что мы пьем кофе на ночь глядя? Он говорит, это кофе 3 в 1. Что ты хочешь? Оказалось, что мы не спали до 5 утра. Настолько это кофе нас взбодрило. Далее нам очень понравилась щетка и паста. Благодаря этой пасте у Владимира прошел стоматит, который мучил его всю жизнь. А щетки, они очень хорошо, эффективно очищают. И очень удивила цена, насколько все очень дешево, а качество очень высокое. Также меня порадовал каталог, потому что я люблю печатные версии. С удовольствием просмотрела его и поняла, что нужно этим заниматься. Мика тогда прибежала довольная такая, с этим каталогом в руках, и говорила, классно, здесь все есть, здесь можно все покупать. В Корее, да, все покупается в интернет-магазине. Доставка очень быстрая, на следующий день вам уже все привозят на дом, к двери. Поэтому интернет-магазины там, ими пользуются все. И я всегда искала лучшую губку или лучшие витамины. Читала очень много отзывов и тратила на это очень много времени. И всегда, когда получала что-то, ну, было такое разочарование. Когда я встретила Атомию, я нашла здесь витамины и косметику, и эко-товары для дома. И была безумно счастлива, что настолько облегчилась моя жизнь как домохозяйки, как мамы. Да, я очень рад, что я зарегистрировался тогда, когда только узнал об этом. То есть, как только мне предложили зарегистрироваться в компанию, я сразу это сделал. Потому что на самом деле, чем раньше вы регистрируетесь, тем больше у вас шансов добиться успехов быстрее. Да, тем более здесь нет никаких рисков, нет вложений. Регистрируясь, регистрация абсолютно бесплатная, и нет никаких обязательств. Единственное обязательство, такое очень мягкое, это любая покупка в год. Да, и мне понравилось то, что Мика заинтересовалась этим проектом, то, что она начала изучать. Мы для начала, мы стали заказывать. Мы стали заказывать то, что мы хотели купить, хотели попробовать. Очень осторожно, потому что я сначала тоже было очень много, ну, как бы сомнения были, и я думала, ну ладно, попробую один тонер здесь, попробую еще шампунь, потому что у меня была проблема с кожей головы. Спирулину. Да, спирулину. Один из первых продуктов. Потому что мы не могли, конечно, все себе позволить. У нас был очень такой ограниченный бюджет. Хотелось попробовать много чего, но начали с малого. И все, что мы пробовали, все нам нравилось. И тогда компания только зашла на российский рынок, появился российский сайт atomi.ru. Так как мы из Казахстана, мы подумали, что вот казахстанцам тоже было бы интересно попробовать такую качественную продукцию по доступным ценам. И начали отправлять свои первые посылки в Казахстан. Так мы закрыли свой первый бинарный шаг, то есть получили свою первую выплату в 60 долларов. Но более подробно об этом мы расскажем в нашем следующем видео, где расскажем о первых шагах в построении нашего бизнеса. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Мы на все вопросы ваши ответим. И до встречи на следующем видео.